Неделю мы с вами не собирались. Неделю назад мы с вами просили друг у друга прощения и вступили в Великий Пост. Очень важна эта первая неделя, потому что очень непросто, страшно, я бы сказал, вот так вдруг ни с того ни с сего отказаться от того, к чему ты привык. Начать жизнь, где ты не стремишься насытить свое чрево, где нужно насыщать больше свою душу. Где ты пытаешься стоять перед Богом. Иногда это бывает и очень и очень трудно. По разным причинам. Но тогда, когда есть молитва церковная, когда есть общий дух, вот, наверное, все, кто был на службах этих, особенно утром рано, да, так ощущают, что очень важно, чтобы рядом были сестры, братья, чтобы все были вместе. И оно как-то, даже если тебе и плохо физически, ты как-то, понимаете, в строю. Ты не сам по себе где-то, понимаете, на отшибе. И это очень важно, вот эта соборная, наша соборная молитва. Потому что мы часто, я слышу, что, ой, мне так хотелось где-то быть там в уединении, где-то в каком-то, понимаете, закуточке, где-то в каком-то, что меня никто не трогал, что мне тихо было. А это, понимаете, а мне хотелось бы быть вместе со всеми, в соборе, понимаете. Кто Бог верит, я Бог нас. Это вот, мне кажется, что есть пустынничество, когда люди после искушений, огромных трудов достигают какого-то духовного уровня, когда они уже идут молиться за весь мир. Это одно. А есть уединение, да, которое можно... Это не духовное, это душевное. Вот мне побыть бы наедине, никто бы мне голову не дурил. Я так, понимаете, возьмусь так, знаете, все благовейно. Я четочки возьму, там птички поют, Господи, помилуй. Это не духовное, понимаете, абсолютно. А вот здесь, конечно, когда все вместе, когда все вместе, каждый, может быть, ну, не совсем такой солдатик, но все вместе, конечно, это уже строй, это уже армия, это уже, понимаете, это уже победа. И люди пришли в монастырь, в сестричество, не быть сами по себе. Вот понимаете, что я сама по себе, у меня такой характер, у меня такие настроения. Так зачем ты пришла? Неправильно, сделала ошибку. А именно войти в жизнь друг друга и стать монолитом духовным. Понимаете? Не просто. Есть такие монастыри свои кошные, где каждый там себе готовит, сам у него свои деньги. А общежитетные монастырии – это общая жизнь. И поэтому мы читаем отца Сафрония, сестра моя, брат мой, жизнь моя. Это трудно. Но это, я вам скажу, подготовка к Царству Небесному. Потому что в Царстве Небесном будет все вместе, все будем. Понимаете? Все. Это там мы читаем, что у кого-то келья одна получше, у кого-то похуже келья, кто-то там светлее у кого-то, теплее у кого-то. Это по-человечески. Все будет в единстве. Но мы эгоисты, мы собственники, и нам очень трудно сказать, что вот эта сестра – моя жизнь. Это зануда – моя жизнь. Это вот, понимаете, это трепло – моя жизнь. Это вот эта сестра, которую я на нее смотри, говорю, это моя жизнь. Но без нее я не спасусь. Знаете, вот какой важный момент, что я без нее не спасусь. Ну и, конечно, сегодня у нас чин православия, торжество православия, почитание икон. От образа мы обращаемся к первообразу. Мы поклоняемся тому, кому знаем. Потому что, смотря на образ, который нам дает Святая Церковь, тот канон, мы правильно учимся кланяться Богу. Мы правильно учимся понимать вообще духовную жизнь. Потому что мы могли бы воображение, что-то представлять, неизвестно что, какие-то свои картинки, свои какие-то впечатления, разукрашивать эти картинки, знаете. Но это было бы не поклонение живому Богу, а поклонение своей фантазии, своему воображению, своим каким-то, понимаете, настроением, чувствам, которые мы рисуем. А вот у нас есть Святая Церковь, и она благословляет нам образ, через который мы обращаемся уже к самому Богу, к Божьей Матери, к угодникам Божьим, за духовной поддержкой, за помощью, за той благодатью, без которой каждый из нас жить не может. Сегодня, да, вот неделя о православии, да, приди и виждь. Можно рассказать о чем угодно, услышать что угодно. Но мы должны в своей жизни увидеть Бога. И я уверен, что каждый из вас уже Бога увидел, поэтому мы здесь. В разных обстоятельствах. Это не обязательно, понимаете, что-то такое, гром, молния, и вдруг там на небе я увидел Бога. А вот в человеке, в какой-то, понимаете, улыбке, в каком-то добром слове, в каких-то обстоятельствах, вдруг я почувствовал, что Бог через меня что-то делает. Или вот я увидел, что человек делает что-то, а в нем Бог живет, понимаете. И это озаряет всю нашу жизнь, меняет ее, да. Мы увидели свет, реально свет. Поэтому нам очень важно, вот это преображает фаворский свет, на котором мы говорим на празднике преображения, что этот свет, он доступен нашему видению. Свет фаворской любви, да, свет Божий. Апостолы его видели. И вот как раз был спор с католическими богословами, которые говорили, что этот свет был чувственный, что он был темной свет, а это уже был нетварный свет. И вот у меня здесь нет вопросов, но я решил вопрос задать вам сам. Приди и вишни. Я хотел бы, чтобы каждый поделился, кто способен на это. Потому что не все способны делиться. Куркули еще те. Ага, чего-то я буду. Нашли дурака. Да. А вот давайте попробуем поделиться друг с другом тем, что открыл нам Бог уже в нашей временной жизни. Тем нетварным светом, видением Бога в нашей жизни, через которое мы, наверное, и пришли в церковь. И сегодня живем как православные христиане, кто монахи, кто послушники, кто сестры милосердия, кто алтарники, кто священники, кто епископы. Ну, разные, да. Я, может быть, вначале я спрошу, есть ли кто-то, кто хочет рассказать о своей встрече с Богом, о том, как он увидел Бога в своей жизни и как он стал верующим человеком. Ну, через это. Я думаю, что без этого верующим человеком не станешь, потому что от одного какого-то слышания чего-то, даже чтения, нужно увидеть. Приди и вешать. Не, ну, я знаю, что все. Каждый человек, ну, каждый человек, знаете... Знаете, у меня вот такой, как бы, ну, я знала, Господь Бог, там все, да, но я не знаю, мне очень нашли в городе, в городе. И только один раз я просыпаюсь. Тише, тише. Посыпаюсь, и у меня, значит, это несостояние, что я начинаю молитву в городе, а я только не знала. Не знали вообще ведьмалитву? Нет. И все, и вот. И вы вдруг, да, поняли, что уже все, надо жить с Богом. С Богом, только с Богом. А до этого, ну, как бы я, ну, знала, там, не говорили, там, церковь ходила, как бы, слушала, так, что вот, и я, ну, что, вот так вот, только вышли, это даже... А до этого у вас, до этого у вас был какой-то поезд, какие-то, ну, вот, предшествовал это? Вы, что-то вы, наверное, видимо, душа, наверное, что-то искала, да? Искала, ну, я повалечила, ну, у меня тут все не так пошло. Ну, то есть это было все такое по-человечески, да? Ну, да, как бы все не так, как бы хотелось бы мне, вот, но все равно, после этого, вот, только после этого я... Увидел, да, 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 почувствовал, что Бог вот, вот он здесь, да? Да, да. Спасибо. Игумия и красения. Должны примеры? О, я даже как-то... И вот только вот вчера на службу, ну, я пришла на службу, было как-то так трудно. Ну, как-то там, было такое общение с сестрой какое-то такое, тяжело было после этого. И мне пришла на службу, и началась служба, и ты стоишь такой. А потом, когда начались стихеры на Господи возлах, когда стали петь, вот, из триоди стихеры, на службу, торжеству православной, ну, вот как-то, ну, как-то у меня вот внутри все как-то изменилось. Помимо, ну, как бы, всякого моего... Состояния, да? Да. Которое было до службы, да? Да. Оно вообще стало совсем другим. Пришла какая-то радость, и, ну, и я вот просто думала о том, что я, ну... Все вот эти какие-то скорби, боль, которые человек проживает, что они, их бы невозможно было понести, если бы вот, как бы, верующему человеку, тем более монаху, как-то все это более удобно носимо, потому что он всегда имеет возможность... Ох, как-то... Вот Господь дает ему... Ну, вот это богатство, вот то, что совершается на благослужении, вот наше собрание, оно как-то... Оно все перекрывает, и какие бы скорби ни были, они как бы, ну, совсем по-другому, наверное, переживаются. Мне кажется, что... Я вообще, в принципе, говорю, не то, что, как бы, у меня таких скорбей особых-то нет. Не, ну, вообще, ну, есть фон жизни, который, к сожалению, не всегда светлый, а иногда такой темноватый, что, кажется, уже больше сил нету смотреть на эту... по темноту, на этот мрак, и все-таки есть совсем другая жизнь, прикасаясь к которой, ты просто, ты видишь, вот как самолет летит, ты поднимаешься над облаками, и там солнце. И вот это, вот это настоящее, и по сравнению с этим, все, что вот происходит, это все действительно, что это все... Это время. Да. Тучи выльют на небо свою, 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 свою влагу, все это там бремит, а там уже нет, нет тучи. Понимаете, вот нету тучи-то. Главное, наверное, войти, вот я для себя, войти в этот круг церковный и жить этим, тогда как-то все преодолимо. Тогда есть надежда, что ты, ну, как-то не попадешь. Главное, не выпадать из этого круга. Да, если ты сейчас находишься в этом, в самом таком облачном месте, где кладни тучи и вообще никакого просвета нету, все-таки надо помнить, что есть там вверху, выше тучи, есть солнце. И оно греет, светит. Но я хотел спросить немножко, это очень хорошее слово, вот в твоей жизни, вот как ты увидела Бога? Через что? Вот человек жил-жил, но жил он-жил, но жил как все, да, ну, немножко с какими-то странностями и особенностями, как каждый человек. И вот как произошла встреча у тебя с Богом? Ты увидела что-то? Наверное, самый такой, потому что было много каких-то, из каких-то вот таких моментов это все складывалось. Наверное, самый такой, как бы, один из таких моментов, это у меня был глубокий вопрос, ну, такой на тот момент вопрос, как бы, жизни и смерти, такой очень важный для меня. И я, помню, пришла в храм, это было на покров. Я, может, уже даже об этом и говорила, я не помню. И вот я поставила свечу с этим вопросом, просьбой к Богу. А тогда, тогда уже был Петропавловский собор, ну, я, мы, кстати, батюшка, вы знаете, Надя, как ковец, мы с ней договорились, она, как бы, про Петропавловский собор не знала, я видела, что, кафедральный собор на горке, но я думала, что это, и вот я там, в притворе, там, я помню, что был образ Божьей Матери, и я вот перед этим образом поставила свечу. И тут, а праздник же людей много, и тут церковницы, которые за свечами смотрят, ну, свечей много, они плавятся, и она берет мою свечу, в которую я вложила все свое. И она берет эту свечу, там, что-то кинуло, там, как бы, ну, и я так свое, и думаю, это вот. Это моя вся жизнь. Ну, вся моя жизнь в этой свече, и вот, и я понимаю, что это ответ Бога на мой, как бы, ну, что вот перед Богом это, ну, как-то, что Он не принимает то, что я от Него прошу, что Он это не благословляет. А, интересно. И для меня это было таким... Ты приняла это? Да, я приняла. Я приняла. Надо принять еще что-то. Я приняла. А ты скажешь, о, какая тетка дурная. А тут ты скажешь, приняешь. Я приняла, но потом, короче, ну, потом я все на посольную сделала. Ну, понятно. Но в тот момент я реально приняла. Я как-то, я как-то вот, у меня нашла такая внутренняя работа, я подумала, почему так? Ну, я так, ну, возмышляла, как-то. А потом еще эта... Женщина ко мне подошла, я плачу, стою. Она на меня говорит, о, деточка, а что ж ты так плачешь? Что-то она мне еще сказала. Что, наверное, жених там что-то, жених Олбурга. Я думаю, ну, что она несет? Какой жених? Думаю, что-то... Тут у меня вообще... Вопрос жизни и смерти. Я думаю, про жениха. Спасибо, Господи. Так, следующий. Монахиня Сусана. Это, благочинная. Есть? Не, ну, наверное, это все очень просто. Это ж не то, что... Состояние – это состояние. Вот человек увидел Бога. Что Бог... Но он не знал, что Бог вообще есть. Вот человек не знал, что... Наверное, люди не знают, что они... Ну, по крайней мере, в детстве, да. Ну, сейчас-то, может быть, уже есть такая информация. Но раньше я помню, я не знал, что у меня есть бессмертная душа. Понимаете? Никто об этом не говорил. В советское время все учат, что... от обезьяны и так далее, понимаете? И вот я помню, что когда еще... Я стал думать о... Ну, что люди там умирали какие-то. А как они дальше? Все? Ну, наверное, это самое первое, потому что я его забыла. Потому что был такой долгий период жизни, когда я, наверное, потом об этом забыла. И, наверное, это состояние... Это когда нас, как ни странно, я действительно много лет этого не помнила, именно этого состояния, что это вот... Именно это было каким-то такой встречи. Когда нас покрестили с братом. А что это уже взрослым? Восемь лет. И ты уже помнишь все, да? Мне было восемь лет. Нас уже покрестили, обратно мне старше. И... Ну, оно схожено областным чувством, когда... Когда мы приехали, вернулись домой. Конечно, у меня было еще огромное, почему-то такое переживание детское, чтобы сам открестился мой отец. А он отказывался. Ну, как бы говорил, нет. Ну, и какая-то была у меня такая скорбия. Я даже могла ему объяснить, почему я его об этом просила. Ну, помню, просто по-детски я его очень просила. И когда мы приехали домой, мне казалось, что сейчас у нас дома, будет все вообще, все по-другому. Там родители отношения будут другие. И мне, и я тогда помню, что, наверное, как бы приехала. И... Ну, как бы сейчас, наверное, ты можешь это с пережитым еще одним моментом сравнить. Это когда с моментом пострика. То есть, как бы, когда ты знаешь, что ты чувствуешь физически, что Бог тебя... Вот Бог тебя простил, и ты должна жить дальше. И ты жив этим, но... То есть, это была жизнь, да, которой уже больше не будет, и начинается новая жизнь, да? Ну, мне казалось, что, как бы, да, у меня получится... Вот до крещения, ребенок, да, вот... Не поступать какие-то, не повторять какие-то моменты, которые, как бы, я делала, может, даже осознанно, и мне казалось, что, как бы, больше я, ну, найду какие-то в себе там силы или как-то, что я смогу по-другому быть. Ну, естественно, как бы, это мне не удавалось со временем, и, конечно, это забылось, потому что потом, когда я пришла в храм, мне было лет, наверное, ну, 17, но это было такое, то есть, когда уже была такая потребность в нужде Бога, как бы, в каких-то семье обстоятельствах, и потом только через много лет, как бы, пришли, когда это уже было, ну, это такое там... ты заходил действительно в храм, ты понимал, что здесь живет Бог, ты уже просто приходил, но ты ничего не знал, и только через много лет еще, через лет, ну, там, 4 или 5 лет, наверное, только, как бы, смогла прийти, как бы, в храм и заново проживать какие-то эти моменты, и, наверное, отчасти это было и сложно, но потом поверить, что Бог будет, как бы, тебя менять в этом. Но Бог опять показывал то, что это возможно, что с Богом возможно по-другому жить. Были примеры личные, в которых проживала душа, и близких людей, которые проживали, которые тоже, которые по-человечески, было невозможно, что какие-то изменения. И, конечно, это все... Хотя, как бы, там, блаженны те, которые... блаженны верующие, которые они видят, да, но, как бы, действительно, это было каким-то таким чудом, потому что это какие-то вещи важные происходили, но Бог позволял вот этому. Поповедь. То есть, восьмилетний ребенок, которого крестили, да? То есть связь с Богом уже у тебя остановилась, да? Я понимаю, что... проживала, я почему-то помню тот день и свои, как бы, мысли, и именно о чем я думала, и именно об этом, что у меня эти мысли были, что они касались меня, моих близких, моих каких-то поступков, и была свобода, вот эта свобода, наверное, радость... ну, радость по-детски, как я могла это на тот момент прожить, по-детски радость, которая... ну, такого, как бы, всепрощения... ну, внутренне это было важно, потому что всегда такие... ну, все-таки душа, когда проживает, даже когда, ну, ты с родителями, там, примиряешься с кем-то и своих друзей, то есть это же дает радость и, как бы, дает силу дальше жить, и, как бы, вот это я проживала в тот момент. Но надолго я помню, что у меня не получалось это сохранить, и об этом было очень скоро. Мать Тамара старшая. Ну, я тоже крестилась достаточно в зрелом возрасте, 18 лет. И, знаете, наверное, это был... ну, вообще, на тот момент это был просто, ну, скажем так, необряд, который был выполнен, потому что это нужно было сделать. То есть не было какой-то подготовки, осознания, или, ну, вообще, в принципе, вот, знаете, как-то вот надо и надо. Но я так, наверное, знаете, думаю, вот сейчас вот сидела, думала, что, наверное... Ну, 18 лет? Уже, понимаешь, мне кажется, тут уже как-как надо и надо. Ну, у меня не было, то есть, понимаете, до этого не было, мне никто не рассказывал, ни про церковь, ни про друга, просто... Так а что ты крестилась? Потому что моя сестра выходила замуж, и мне нужно было креститься, потому что она венчалась. А-а-а. То есть за компанию, да? Она венчается, ты крестишься. Да, да. Так она так и была. То есть вообще не понимала, что это, как... Но, знаете, наверное, вот этот шаг, потому что это было в 1905 году, и, наверное, это было такой... Для меня непонятно, но, наверное, это было какой-то, знаете, скажем так, ну, прорыв какой-то, знаете, такой внутренний, для моей какой-то внутренней жизни. Потому что спустя уже 8 где-то месяцев я вот четко помню, что, знаете, мне начали такие посещать мысли вообще, что такое жизнь, вообще какой смысл вообще этой жизни. И, знаете, оно... когда ты все-таки молодой, знаете, и... Ну, какие-то, знаете, так скажем так, радости жизни, которые ты испытываешь в молодом возрасте, но внутри, как будто, знаете, происходило такое раздвоение, оно тебе как-то где-то в какие-то моменты надоедало, оно как бы вроде как-то опустошало, то есть тебе чего-то не хватало. То есть ты живешь, там, радуешься, там, дружишь, там, встречаешься, остаешься, но оно все время как-то доставляло какой-то, скажем так, дисбаланс. То есть все это, внешняя жизнь, она не могла удовлетворить полностью человека, да? То есть душа чего-то же хотела другого, да? Тосковала даже, может быть. Да, но чего я не понимала. Знаете, я не понимала, потому что, ну, знаете, всегда связываешь это с какими-то, скажем так, метаниями, молодыми там... Переживаниями. Да, да. Любленностями. Да. А потом, знаете, а потом как-то... Я начала слышать, мне начали рассказывать, знаете, о церкви, о Боге, о Христе. Для меня сначала, как-то, знаете, даже резала слух все эти слова, вообще разговоры, Иисус Христос. Я вообще как-то не понимала, хотя при этом у меня было четкое сознание после крещения. Я не собиралась там ходить в церковь, но я понимала, что я просто, ну, как-то крест снимать не буду. Ну, знаете, раз, значит, крещение было, значит, я обязана носить крест. И потом уже, наверное, знаете, вот эти метания настолько сильны, наверное, какого-то своего пика, скажем так, что я поняла, что мне уже просто не в молоту. И я пошла просто в храм. Я пришла в храм на Успение Божьей Матери в 96-м году. И мне было, знаете, в принципе, как все многие, мне было просто физически плохо. Меня выносило с храма каждые пять минут. Меня хватали какие-то тети, какие-то кудалты, 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 кудалты. Вот такие, знаете, обычные истории, которые, наверное, со всеми происходят. Но помню, тогда было четкое такое, вот знаете, какое прямство нет. я буду стоять до конца, хоть и вот так вот. Вышла-зашла, вышла-зашла, и вот так вот. Ну и как-то потом уже... И ты причинстилась? Я не помню, честно. Вот не помню. Я просто помню, как меня просто выносило туда-сюда. Дальше не помню. Ну и потом как-то ну, попадалась какая-то книжица, мне дали книжицу, я почитала, что нужно исповедоваться. Ну вот так вот, как бы. Но, знаете, но... и вот так вот полгода я вот как бы ходила в храм. Ну, а почему ты опять пришла, еще раз пришла в храм, если тебе было плохо? Из-за упрямства. А, из-за упрямства. Да. Знаете, иногда упрямство помогает. Да. Мне было просто даже, знаете, но все-таки. Ну, не уж-то как бы это, ну, как-то... Ну, люди же стоят, а что я не могу? Знаете, ну, вот такое даже чисто по самолюбию, наверное, так. Дало мне, наверное, сильно. Вот. Ну, потом как-то, наверное, второй раз, когда я уже пришла, уже было, ну, нормально, и, наверное, я уже не помню, наверное, какое-то наступило уже, наверное, какое-то умиротворение, или что, и я просто поняла и начала ходить каждую неделю. А вот. А потом, через две недели, как я вот только вот зашла, я случайно попала к вам на исповедь, просто я стала вот вот... Ну, вот. Вы тогда исповедовали, помню, на позднем, я не помню, Петропавловскому соборе, на позднем исповедовании, я просто стала, потому что там все стояли. Вот. И вы мне тогда сказали прочищаться, ну, как-то чаще. Ну, я вот как-то, наверное, услышала и начала. Но, знаете, но вот, когда люди говорят, например, встретить живого Бога, я не знаю, встретила тогда живого Бога или нет. Ну, просто у меня как-то было, ну, какое-то вдохновение, поднятие. Вот. Но, знаете, но понять, что какой живой Бог, что действительно, у меня, наверное, случилось года, наверное, два спустя, и было это в интернате во взрослом. Я не помню, это был или праздник, или это была просто пятничная служба, или что. И, ну, я уже тогда была в сестричестве, и, значит, мы должны, вроде как, мы должны были исповедоваться, должны были причащаться. И вот, и вы вышли, и говорите, что, ну, давайте, я вас быстренько там, ну, накрою там, или Петрахилю, прочитаем молитву, ну, мы так же, и так же, каждую неделю там исповедовались. И я помню, что я вот как-то, ну, пойду я, знаете, такое, вроде как, собирался с таким покаянным чувством, ну, в смысле, оказалось, что у тебя там чувства покаянные. Вот. Ну, понимаете, и тут выходитесь, вы говорите, я просто, как бы, ну, вот, прочитаю молитву, накрою вас и Петрахилю, но я имею в виду, что там белые сестры были несколько человек. И я помню, такая мысль думаю, как это так просто, ну, в смысле, я тут, понимаете, готовилась к грехи тут свои, понимаете, рассказать. Понимаете, и вот вы накрыли Петрахилю, прочитали молитву, снимаете Петрахиль, и я вдруг понимаю, что возле меня стоит Христос. Я это не поняла, я это почувствовала, понимаете, я даже не знаю, как это передать. И я поняла, что Бог прощает не за то, что я там напридумывала себе, там, знаете, кого-то покаянина, а что Он прощает действительно за просто так. Я вот это, уже не знаю, сколько лет уже, наверное, 16, там, 17, там, 20, прошлое, уже не помню, как это было, но, понимаете, я вот это чувство помню до сих пор. И такого чувства у меня не было уже никогда. Даже когда мне, когда, знаете, даже когда тебе стыдно когда-то бывает на избриде, когда ты там действительно за какой-то свой грех, там, ну, как-то ощущаешь какое-то свое действительно, ну, не скажем, покаяние, но осознание. Но такого у меня не было, понимаете. И вот тогда я поняла, что тогда, наверное, был встречный действительно доживым Богом. Вот. Но ты живешь этой же встрече, ты же ее помнишь, потому что, ну, как ее забыть же невозможно. А вот. А все эти, знаете, вот эти ночи, которые, ну, часто происходит, на Нисподе, это оно, ну, как, ты просто Бога отодвиваешь, ты вот хочешь. И я, знаете, я жду, что ты надеждешь все-таки когда-то еще это будет. Потому что это такое, знаете, неправильно сказать, непередаваемое ощущение, но это действительно, это, наверное, надо, чтобы у каждого человека это когда-то произошло. Потому что оно, как-то, знаете, дает, наверное, какую-то надежду и, я не знаю, потому что все равно как человек тебе хочется, знаете, какого-то там утешения, какой-то поддержки. Ты ее, конечно, ищешь в людях, в каких-то словах, но понимаешь, что именно вот такого, ну, как бы, только возможно, действительно, когда вот Бог стоит с тобой рядом. Ну, вот. Будет, произойдет. Ну, да. Может быть, даже и в этом посту. Ну, да, хотелось бы. Ну, наверное, знаете, Бог тогда, наверное, вот так вот открывается человеку, тогда, когда действительно человек, наверное, готов, ну, как бы, принять, что Бог рядом, потому что можно же как-то и, наверное, и повредить. Но сам-то этого не можешь понять. Ну, да. Готов ты или не готов ты, или чего ты готов? Это, наверное, все-таки тайна. Это тайна. потому что мы, если бы мы по-человечески все понимали, вот как мы понимаем, мы тогда постепенно, мы бы сказали бы Богу, что, знаешь, ты-то хороший вообще, конечно, но я знаю лучше. Понимаете? Мы бы начали командовать Богом это сто процентов. Сказали бы, что не так. Сейчас я не готов к этой благодати. Вот подожди, я вот подготовлюсь, вот тогда ты мне ее и дашь. А когда я подготовился, чего ж ты мне ее не даешь? Я же готовился. Поэтому сегодня, если нас всех в рай впустить, то этот рай бы, я думаю, превратился бы неизвестно во что. Понимаете? Каждый бы начал бы к себе. начали бы, как люди за святой водой, когда они начинают кто первый, кто второй отталкивать, так бы и все во врачи начали бы к Богу лезть. Это ж ужасно. Поэтому сегодня мы еще на земле. Мать Талифа. Монахиня есть? А где Мать Талифа? Она болеет. Она болеет, да. Но Мать Агапия тогда. Я так сидела и думала, что меня точно не вызовите, потому что как-то как-то встреча с Богом. У меня не было таких моментов, как... Что никогда не было? Ну, таких ярких. А как ты пришла в храм? Ну, меня привел Господь. Так, чтобы понимать, вот, чтобы я знала, вот как Мать Задамара говорит, вот Бог стоял рядом. Ну, я очень смогу так сказать. Нет, понятно. Ну, как-то Он же тебя привел, но так просто не придешь в храм. Нет, это конечно. Ну, как Он тебя привел? Ну, расскажи. Как ты пришла в храм? Ну, через... Ну, через... Да, мне было сложно. У меня мама... Ну, мама моя просто у нее была болезненно. Ну, есть болезнь. она, ну, выпивает. И это, конечно... Ну, через это... Ну, как я вообще сейчас... То есть ты хотела помочь маме? Да. И поэтому пошла в храм, да? Вот. А потом, ну, как-то я... Потом как-то... Ну, пошла, да. Ну, это был такой первый шаг. А потом просто же через близких людей... Ну, там, через Ваду. То есть рядом были люди, которые уже ходили в храм, да? И они тебе помогли. Ну, и что ты в храме почувствовал? Ну, для меня все было, конечно... Ну, я помню, что... Ну, когда это был такой серьезный... Ну, вообще... Ну, я помню один такой момент... Интересно, что... Ну, очень повлиял у меня один разговор, я помню... Вообще, почему я пошла в храм, да? Ну, даже... Ну, был человек, который... Он даже не крещен. И сейчас он, как я говорю, в церкви. Но тогда он как раз очень много читал в церкви. Вот, в церкви. Вот, у нас был такой вот... Ну, как про Бога. И он говорил, я не плю, но я как-то, да... Как-то не просил себя серьезно. А... Ну, почему-то... Все такие нечистые силы... Ну, ты веришь... Ну, и говорила, да, о Бога... А про Бога я так... Как-то не думала. И... Ну, и вот... Ну, как-то мы так... И говорили искренне с ним. И он говорит, так как же... Ну, если есть что-то... Ну, там, плохое, злое, то как же... Должно же быть что-то и доброе. Ну, если есть там... Там, значит, без... То не пойти Бог. Ну, как-то... Ну, в общем... Ну, по сути, как-бы... Ничего такого... Конечно, он этого не сказал, но для меня это было такое вот слово... Оно попало в себя, да? Да. Вот. Ну, и... То есть, почему-то меня это заставило задуматься. Вот. Ну, наверное, так... Чисто. Вот. Ну... Ну, так, да. Вот. Чисто. А вообще... Хотела, знаете, так даже попросить... Я сейчас как... Как-то... Так... Проживаю сейчас какой-то такой... Момент... Мне... Ну, знаете, я так ощущаю... Интересно, что вы как-то летом... Мне сказали так... Ну... Интересно такое слово, что... Ну, не мне вообще, а... Ну, то есть, мне... Ну, как-то было сказано... Ну, я тогда как-то... Ну, вы говорите, что... Ну, вот, натягая тебя... Ты вообще... Будь... Там... Искренней, да? Там... Ну, это... Ну, как-то вот... Такой смысл... И я тогда так удивилась... Ну, я же вообще всегда искренней, да? Вроде как... Ну, вроде так... Стараюсь не обманывать... Вот... Вот... И... Ну... Ну, интересно, что... Ой... Сейчас я... Вообще, я понимаю, что вообще вся моя жизнь, она очень искренняя... Вот... Ну, перед Богом как-то... И... Ну... Ну, это выражается именно в том, что... Ну... Как это правильно сказать? Простите, что я так нанимала... Ничего, ничего... Громче-то, примерно... А... Про то, что... Я... Не... Ну... Я как бы... Не... Ну... Веду себя... Начать... Как бы... Ну... Придумав какой-то образ в себе, да? Ты... Играю! Играю, да! Пьесу! Да... Крутая монахиня! Какая она должна быть? Или не крутая, а? Ну, это даже не в должности... Ну, и вообще, да... Человек... И в быту, и во всём... Вот... Ну, хочется как-то быть самим собой... А как стать самим собой? Вот как... Самим собой? Вот какой я? Ты знаешь, какая ты? Угу... Так вот, я очень... Так вот... Интересно, что... Я вот... Об этом думала... Думала... Вообще-то очень страшно... Узнавать себя... Ну, с одной стороны... Ну, это же по сути... Ну, видеть в себя... Свой грех, да? Такой... И... Ну, не только грех, а вообще... Ну, вообще какой-то на самом деле... Вот... Ну, я так понимаю... Ну, мне, например, страшно... Я вижу, например, себя где-то вести как-то... Ну, потому что... Ну, боишься... То есть тебе... Ты... Хочешь, чтобы тебе как-то где-то... Ну, там... Ну, там... Ну, там... Кажется, тебя не будут там уважать, да? за что-то, и любить не будут, осуждать будут. Хотя в каких-то время это тебе кажется, ну вообще, это же давно тебе ничего не значит. Ты свободна. Это очень важный момент. Человеку кажется, что он свободен, а он оказывается абсолютно не свободен. Он зависит от мнений, от того, как к нему отнесутся, как его видят другие, понимаете, но только не от Бога. То есть вот насколько больше тяготеет это людское мнение, свой какой-то образ, вот от этого идет игра. Игра идет, потому что мы живем, пока мы живем не перед Богом, мы играем. Настоящая жизнь, это уже жизнь присутствия Бога, когда я живу перед Богом. У меня уже особо не важно, что-то они скажут, что подумают, как оценят, что я получу здесь, потому что я уже прикоснулся к вечности. Вот это, наверное, и есть переход человека на уже совсем другую жизнь, на духовную жизнь. Духовная жизнь, она подразумевает, что дух побеждает плоть, а плоть и кровь в Царстве Божьем не наследуют. И пока мы живем плотью и кровью, пока мы живем вот в этом, в чувственном, душевном мире, мы все равно, понимаете, живем сами по себе. Бог-то есть в нашей жизни, да, мы знаем, что вот храм, что нам помогает, он нас, но мы не можем оторваться от себя, от своего образа, который мы сами себе создали, от греха, который нам нравится и который мы не хотим оставлять никак. Мы не можем оторваться от всего тленного и временного, которым заполнено наше сердце, понимаете, которым действительно, которые нас придавили, которые от нас закрыли, ну, настоящего Бога. Поэтому мы его не видим. Мы его поэтому и не видим. Монахиня Антонина. Есть? Ну, я так помню, что когда-то, может, в классе, потом лишь в шестом, мы отдыхали с мамой на юге и зашли в храм. И я вот тогда что-то, ну, я не встретила тогда живого Бога, наверное, но какое-то чувство у меня такого детска было. Вот. Ну, а дальше, ну, дальше я, как-то сказать, долгое время жила как-то совсем, наверное, другим. Вот. И, в конце концов, родители говорят, ну, очень так настаивали, чтобы меня покрестить. Хотя мне уже было 16 лет. Вот. Ну, я как-то убиралась, говорила, что нет, и не буду, и мне зачем это все, и вообще. Вот. А они неверующие были люди, и это как-то... Ну, во храм, когда они ходили, и бабушки, и там, дедушки, ну, мамина бабушка, она в католические все время ходила. Ну, тогда еще нельзя было ходить, она там, в чулане перебирала ученчики, а там, в принципе, верующих людей не было вокруг меня. Ну, и папа так уговорил меня, говорит, я тебе сделаю крестик такой красивый, серебряный. Ну, вот тогда, может, ты запасишься. Я говорю, ну, ладно, если делаешь такой, значит, крестик некрасивый, хорошо, если больше всего. Вот. Ну, а в этих, конечно, украшения, просто как-то... А папа всегда все очень красиво делал. Ну, согласилась я вот тоже как-то относилась к этому, ну, несерьезно совершенно, может, даже где-то дерзко. Вот мне было где-то лет 17, наверное. Вот. Ну, и дальше я пошла учиться и встретила... Ну, вот уже закончила техникум, мне-то не помню, около 19 лет, мне было тогда, мне 20 лет. И я дружила, ну, начала дружить с двумя такими ребятами. Ну, с одним из них я училась, а другого я встретила, когда мы работали в реставрации. Вот. А эти ребята, они стали ходить в храм. Ну, я тогда об этом не знала ничего. Вот. И они были верующие. Ну, стали уже, как бы, тогда выцерковаться, и они уже долгое время ходили. Ну, долгое время я имею в виду, что я уже потом в седу поступила. Вот. И они все время как-то... Ну, а мы дружили все так. Они как-то так очень за меня переживали. Вот. Один из них уже поставил крест и сказал, мне это бесполезно. А второй все время как-то, ну, так молился. Вот. Ну, и в конечном итоге, как-то, наверное, вера их победила. Вот. И, ну, как-то все-таки удалось им извести меня в храм. Ну, из-за того, что у нас с нами как-то были очень долгие и очень хорошие отношения, я, наверное, как-то просто доверяла этим людям. Вот. Ну, не настолько, чтобы вот так согласиться, наверное, я не знаю, сколько там. Будут 4, наверное, я там или 3. Ну, может, даже больше, ну, как-то так протестовала. Ну, не то, что протестовала. У меня была другая философия жизненная. Я совсем как бы сказала, думала, что зачем, ну, как традиционные все говорят, зачем Бог. И так, в принципе, можно делать что-то хорошее в жизни, как твои. Совершенно не обязательно. То есть, эти формальности какие-то. А потом так случилось, что Бог открыл мне в одном человеке очень большую красоту. Влюбленностью это сложно назвать, потому что, ну, наверное, это чувство было известно, знакомо. Это было что-то другое. Вот. Ну, может быть, там присутствовало разное. Но такого я, никогда, просто не видела в людях. Вот. И я потом так поняла, что, наверное, это Бог открыл свою красоту. Я, конечно же, ее перепутала. Человеческой красотой. Вот. И пришлось мне с этим очень долго бороться, потому что, ну, мы знакомы с этим человеком были давно. И дружили давно. И вот как-то так непонятно было, что, что дальше будет в жизни, да. Вот. И. Ну, и был такой вот очень долгий такой мучительный такой вопрос вот к Богу. Вот. Ну, что я даже был такой протест к Богу, чтобы ты же мне это открыл. Я тебя не просила в этом. Вот. И что же теперь как бы дальше меня с этим делать я не понимаю. И долго не понимала, и мучительно не понимала. И потом на Рождество я услышала. Вот, наверное, тогда произошла такая первая такая, наверное, осознанная я такая встреча с Богом. Я вот, я этот ответ от Бога услышала. Ну, и как-то так и вещественный, и зрительный, и всякое. И я его приняла. Это было очень больно. Но я в этой воле увидела Божью Любовь. Это вот была первая яркая встреча такой нестерпимой внутренней воли и Божьей Любви. С одновременно. Вот. А после этого вот очень все изменилось. То есть, ну, и люди изменились, и природа, и погода. Ну, все изменилось. Я действительно увидел мир цветным. До этого он был черноглени. Ну, вот. Так, а что произошло? Встреча с Богом как она была? Через этого человека? Нет, нет. Через то, что Бог принял, ну, дал мне решение вот это. Ну, то есть, я поняла, что... Прийти в храм? Нет, я уже ходила в храм. Ну, то есть, как бы, это было, ну, так сказать, что... Ну, это не этот мой жизненный путь. Вот, как бы так. Хотя, ну, не это, это не то, ну, как бы, не то, ну... Ну, как-то я не знаю, как-то... Ну, в общем, не в этом смысл, наверное, как-то жизни. Не в самом, в этом даже красивом, таком вот, который мне казалось, да. Что есть что-то другое, да? Что есть что-то, наверное, другое. Ну, я это вот как бы так умом осознаю. А так я почувствовала просто вот, что Бог есть и Бог меня любит. И все. Вот как-то... И дальше я увидела людей другими совершенно. Вот. И увидела вообще мир другим, действительно, другим. И... Ну, у меня тогда вот сестра, она вышла замуж как раз. Вот. И я увидела вообще такую вот красоту. Ну, тогда стала видеть вообще вот такую красоту во всем. Я помню, когда у нее родился ребенок, для меня это было, наверное, первое в жизни огромное счастье, которое, наверное, никогда не испытывало до этого. И, может быть, я не знаю, я просто видела в этом, ну, чудо Божье. И видела реально, что это что-то нечеловеческое такое вот, да. А что вот как может такое... Ну, то есть Бог мне открыл тогда какую-то огромную красоту в этом рождении. Вот. Ну, вообще вот в этом своем любви такой вот к человеку. Ну, хотя вот она ко мне никак вообще, ну, прямым образом не относилась. То есть я начала как-то, в общем, видеть по-другому мир людей. Наверное, вот такая была. То есть здесь вот это внутреннее решение, да? Уже оно... Ну, такое навитание такое, наверное, как-то было вот к Богу. Я не знаю, откуда вообще вот просто. Ну, я ходила вот тогда, что же, и ребята просто сходить. Ну, я так больше за... Ну, как бы за... Ну, зауважение, ну, как-то по дружбе, скажем так, вот, а не зауважение, по дружбе, наверное, как-то так. Вот. Ну, я не скажу, что я там ничего, храми. Ну, я бы просто не пошла. Я такой был, как бы, очень... Ну, человек такой, что... Ну, меня так за руку не приведешь. То есть, если у меня нет какого-то внутреннего решения такого, то я, как бы сказать, просто так за каманью ходить не буду. Ну, один раз или два схожу, а так, как бы, так сказать, дальше не смогу. Ну, то есть вот, наверное, так сложно сформулировать, потому что как-то так много этих было каких-то всяких разных моментов, которые, наверное, ну, вот потихоньку как-то задумывали. Ну, я вот помню первую историю, да, но это было уже после. Это уже было, ну, то, что вот я ранее услышала на видео, вот этот мир и другие, но тоже после было. Монахиня Руфина. Ну, у меня с 20 до 30 лет была такая очень, знаете, веселая жизнь. Такая радостная, беззаботная. Мне очень так даже нравилась она, очень даже нравилась. Ну, я вот не помню, может, мне лет 25-26 было, и у нас там была такая экскурсия по Золотому Хольцу. Мы поехали, я помню, мы ночевали в Ходьково, а пошли на, это как раз была Пасха, в Троицу, на Троицу Сергею Иванову пошли на Слопку. Да, ну, это было просто, не то, что там были кто-то верующие, просто ради интереса. Да, туристическая была такая поездка. Просто туристическая поездка, мне было там все смешно, так вот это вот, я вообще ничего не понимаю. Ты была тогда кем? Ну... Секретарем, да? Я... Ну, ну, что самое интересное, я в Ходьково, там уже строился монастырь, я купила иконочку, такую совсем маленькую, пластмассовую иконочку, Божья Матерь Казанцева. Ну, и все, я приехала домой, и положила ту иконочку, у него такая шкатулочка, как сувенир, и она у меня там лежала. Все вот эти всякие сувениры, я ли кому-то передаливала, или вообще как-то от них избавлялась, но эта кулачка у меня лежала. И вот, когда мне уже было лет 30, я так... Ну, я поняла, что семейная жизнь и для меня, она мне казалась скучной очень. Ну, а дальше что? Как-то, ну, тупик, да, что, ну, вот это вот веселая жизнь. Она мне вот в третий цвет, она мне уже как-то стала надоедать. Она мне стала неинтересна, потому что ты можешь одевать любые маски, можешь одевать любые наряды, ты можешь сделать вид, что ты такая беззаботная, что тебе все класс, тебе все хорошо, но когда ты приходишь домой, снимаясь от дороги, там, наряды, там, еще что-то там, да, ты становишься и сама с собой. Ты вот видишь, что у тебя на самом деле внутри. А это тупик, и выхода нету. Ну, и я начала думать, в чем вообще смысл человеческой жизни, в чем она? Я пришла к выводу, что смысла нету. И я искала какую-то вот, я понимала, для меня вот жизнь, она стала уже не свободной. Это такой тупик, и мне хотелось быстрее от этого избавиться. И я в этом думала, есть такие вот духовные вещи, да, что мне брат подсунул в газету. Я помню, я в перерыве сижу, помню комсомольская правда, я так ее раскрываю, и начинает там вот была большая статья про политзаключенных, как они там жили в концлагере, как их мучили, и вдруг, ну, это просто, понимаете, вот для меня это был выход на тот момент. Я читаю, что там один пишет, когда было очень тяжело, очень невыносимо, ему пришла мать, что это все можно очень быстро исправить, что ты хозяин своей жизни, это самоубийство, и все, ты можешь это все вот, все очень быстро разрушит, да, и ты будешь свободна от этого, то, что какая у тебя жизнь. Я думаю, вот выход, вот. Какая разница, когда. Но, я вот уже не помню, почему, я вспомнила про икону Божией Матери Казанской, я думала, что вот Богородица меня спасла. Я просто ставила ее так, смотрела на нее и думала, ну, что смысла нету, ну, вообще с жизни. Ну, у меня была подруга, она сейчас есть. Накануне верного воскресенья, я как-то ей говорила, что смысла в жизни нет, она говорит, что давай сходим на верное воскресенье в храм. Но у меня было на этот день, на воскресенье, совсем другие планы. Но вдруг в субботу вечером, это как сейчас помню, я все оставляю, говорю, ну, давай, завтра пойдем. Мы наломали котиков. Ну, и я вот знаю, где находится кафедральный собор, да, но почему-то мы вышли на одну остановку раньше. И вот идем и смотрим, я даже не знала, что в Петра и Павла это вообще собор есть, да. Я смотрю, что много людей стоит за тени веточками. Я говорю, ну, давай зайдем, посмотрим, что там. Ну, вот мы зашли, подруга мне говорит, а было очень много людей. Она говорит, что «А ты хоть раз была на исповеди?» Я говорю, нет. Она говорит, ну, давай зайдем, посмотрим. И вот мы зашли в храм, какая-то вот, я даже не помню как, но мы встали посреди храма, да. Сзади много людей, впереди много людей. Все стоят на исповеди, я говорю, а что вы вообще говорите? Она говорит, ну, как себе, подойдем, скажем, сделаем слово помышлением. Я уже стою. Знаете, я же вся плохая, да. Я уже думаю, ну, все, я уже не могу стоять. Просто не могу. Я уже пару раз там пыталась развернуться и выйти. Но вот Бог, вот видя, да, вот все вот это, что я могла уйти, неизвестно, что сейчас или не было, да. И вдруг Бог посылает отца Вячеслава. И вот он идет, да, вот раступитесь, раступитесь, вот он становится передо мной, ну, не передо мной, там, наверное, человека 3-4 передо мной стояло. Ставит она на вы и говорит, что вот люди, что вот, конечно, я сейчас буду принимать все исповеди, вы же понимаете, что столько много людей, вот вы придете в другой день, вы подготовьтесь и так вот с Богом как-то поговорить и сказать, что у вас случилось, да, но свои грехи и открыть Бога. Я вообще никому, о чем он говорит, я думаю, Господи, быстрее, мы только отсюда выйти. И вот я подхожу и говорю, ну, как мне, я потом сказала, делом слова повышения. Он мне открывает эпитрахею и говорит, а как тебя зовут? Я говорю, Рима. А он мне говорит, знаешь, что тебе мужское имя, у тебя же святое. Я говорю, Донка, что он несет вообще, какой святое? Я говорю, а что вы мне говорите? Я говорю, меня в консеретре в федеральном соборе в детстве. Он говорит, знаешь, ты ко мне приди, вот мы с тобой поговорим. Я вот вышла, и я поняла, что что-то у меня внутри вот произошло. Ну, через неделю или через две я как бы, это было, ну, вообще мне непонятно. У меня вдруг само потянуло на исповедь. Я вот помню, может, это было на жену в Мироносе. Я уже не помню, как это все было, да. Но до этого я приехала домой, а у нас по квартирам ходили фактисты и разносили Ивангрия. Помню, до сих пор такое черненькое Ивангрия. Я же сколько раз пробовала его начинать читать, и у меня вот ничего, думаю, что написано. Тут родил того, тут родил того. что-то было непонятно. И я, вот вы не поверьте, я читала Евангелие по три раза в день полностью, все. И мне вот лучше книги у меня не было. У меня такая вот была еще такая вот и мне вроде и та уже старая стала, мила, но и это тоже стало же такая безразличная. И тут у меня вот, ну, я такой человек очень общительный, я начала ходить в храм, мне сначала даже было как-то интересно так, но я ходила не одна, со мной еще ходила куча моих друзей. и вот Бог меня очень, знаете, так вот очень аккуратно вел. Я вот помню, что я ходила к отцу Вячеславу, потом начала ходить, я к нему приходила, он мне книжки давал, потом я начала ходить к отцу Василия, мне казалось, такой духовный. даже до кемона беседы ходила, время одна, со знакомыми к отцу к этому, от Вячеслава тоже беседы было. Но кто мне больше всего не нравился, батюш, мне нравились вы. Вообще не нравились. А мне все мои эти подруги, им тоже было интересно ходить, они говорят, давай, вот к этому священнику столько ходят, давай, я говорю, вот к этому я вообще никогда не ходила, ну вот вообще никогда. Но так вот Бог устроил, что я один раз к вам попала, и вы мне, вот я даже уделась, я потом это не сразу поняла, вот как-то я думаю, ну что он не духовный, молодой, ну что он вообще там, да, говорит, я вам подхожу, вы мне говорите, ну что ты ко мне пришла, ну я же молодой еще, ну что я, какую я там, ну что я, ну да, я уже потом, через какое-то время поняла, да, что он, ну, и вдруг вы мне стали говорить о сестричестве, да, у меня был такой, вот еще не, ходить вот так вот, на беседы, там начала ходить, так еще ходить, на, мне пригласили как-то на акафисте, я думаю, какие-то сумасшедшие все стоят, думать, что молодые, без косметики, какие-то вообще непонятно, да, и вот такая внутренняя у меня была борьба, и вот тогда я начал разговаривать с Богом, и я, это вот, я понимала, что я разговариваю с Богом внутри, да, вот душа разговаривает, и я говорю, что я не хочу сестричества, меня вот это устраивает, но ходить к больным, я этого не хочу, вообще не хочу, я говорю, а что ты должна, вот, ходить, чего-то тебя отказывать, да, ходить, заботиться о них, а кто вообще обо мне любит заботиться, а, и я вот услышала голос Бога, который мне говорит, что о тебе буду заботиться я, и это было все так постепенно, и вот, в общем-то, так моя встреча с Богом и произошла. Я еще помню, я была на первом постриге, тоже свои подруги говорят, что поехали посудим, я только еще увидел. В Домашанах был мне, я помню, какой-то автобус, мы все были в белых облачениях, мы были двоим, только нет, приехали в эти домашанны, и я так смотрю и думаю, ну, сумасшедшая, вообще сумасшедшая. Мне казалось, что это какая-то вообще нереальная жизнь, и как это вообще можно, но, прихожу к вам через две недели на испыть, вам это все говорю, вы мне говорите, сама, наверное, стояла и думала, вот и бы меня скорее постригли. Я думаю, ну, это уже вообще. А вы мне как-то очень часто стали об этом говорить, очень часто. я помню, было гетто, я собралась поймать, вот тут уже, ну, надо сидеть куда-нибудь, отдохнуть нормально, вещи нормальные купить, тоже не понять, на кого похоже. И в моем отделении была исповедь, и мы с вами идем, я говорю, Пашка, я вот не понимаю, вы правда считаете, что мой путь в монастырь? А вы мне говорите, ну, да, вот после отпуска и приходи. Я думаю, ничего себе. И вдруг у меня говорят, ну, после отпуска, мне через неделю или через две отпуска. А вы мне говорите, а когда у тебя отпуска? Я думаю, надо сказать, наверное, что зимой. Я бы хочу поговорить зимой, а говорю, через две недели. И вот это вот помимо моей болисти, все, да, и вы мне говорите, ну, вот, давай, после отпуска подавай заявление на увольнение. И я вот понимаю, что это вот голос Бога, да, что это не то, что вот вы, а это вот как-то на уровне души, потому что это не по-человечески даже. Ну, и вот потом так все. Все началось. Погнали птичку. Монахиня Мария и Аковлев. Есть? Да, у каждого свои дорожки, но сеть одна. Ну, как сестры интересно рассказывали, у них, ну, как-то они многие взрослыми людьми пришли, у них как-то серьезные какие-то мысли, были переживания. Ну, я, я не знаю, мне, мне вообще трудно сказать, ну, 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 мне кажется, я еще не пришла по-настоящему Богу, ну, потому что тогда бы я жила по-другому. Ну, я, ну, я помню, мне было, мне было, ну, я, мой отец был военный, я, ну, в общем, я, ну, совсем, ну, понятно, как воспитывалась, в общем, совсем, ну, вокруг меня, так, не было людей верующих. Бабушка моя ходила в храм, она очень долго жила, я ее видела, может быть, раз в два года, вот, я еще ее, помню, укоряла, а что, почему у тебя иконы висят, и надо, ну, я там залазила на стульчик, но я вообще была чуть ли там не пять или шесть лет, а я там бабушке делала замечание, зачем мне иконы в доме висят, ну, что, что, в музее быть. но мне в то же время очень интересно было смотреть на эти иконы, меня очень, очень сильно тянуло. Ну, я в детстве, наверное, просто, я, вот, когда я смотрел, ну, какой-то момент, ну, может быть, когда мне было лет, ну, ну, не знаю, ну, там, девять или сколько, ну, ну, я отроку, поняла, что Бог есть. Ну, ну, во-первых, тогда уже было время такое перестройка, и там все вокруг говорили, что, ну, уже стали говорить, что, ну, я просто, ну, это не потому, ну, я не знаю, это трудно сказать, это, наверное, не потому, что стали говорить, кто-то что-то говорит, а ты просто как-то сердцем чувствуешь, ну, я вдруг поняла, что не может быть, чтобы Бога не было. а я, ну, я сейчас думаю, что, ну, я, ну, ничего не было, ни каких книг, ничего, и я просто, все, что я видела, из, меня очень тянуло в храм, я никогда не была в храме, я была не крещеная, и, и вообще это, ну, ну, как-то это все, это была какая-то совершенно закрытая сфера, и у меня туда пути, ну, совсем не было, ну, ни способа попасть в храм, и, ну, ну, мы жили там в лесу, вообще военной части, такой закрытой очень, и мы, ну, и оттуда вообще, ну, на самой границе мы оттуда выезжали, только в школу, нас туда-сюда возили на машине, ну, мы очень мало вообще имели с окружающим миром какого-то такого, ну, ну, и все было разрушено, в общем, мы вот, когда ездили на экскурсии куда-то, и я видела храм, ну, в детстве, в школе, я когда видела храм, я прямо как-то так мне хотелось туда попасть, внутрь, ну, когда я видела какие-то открыточки с храмами, ну, с там, с видами против церкови, лавры, у меня просто прямо, ну, как-то душа, ну, ну, наверное, через красоту, я просто чувствовала, что это другой мир, это какая-то красота необыкновенная, ну, я тогда не была в детстве писать это словами, да, но у меня было чувство, что вот, ну, ну, это совсем другой мир, это красота, ну, которую не может человек создать, иконы, тоже, вот, иконы Божьей Матери Владимирской, Троица, которые я видела просто в школьных учебниках, ну, как там, произведения искусства, они меня, ну, как-то, ну, очень такое, ну, большое впечатление, ну, ну, и потом, когда мне было лет 13, я, ну, немножко раньше, в общем, когда мне было 13 лет, я крестилась, и как раз Господь так устроил, как раз мы отца перевели на другое место службы, и там я подружилась с девочкой, вот у нее мама и бабушка были, ну, не сказать, что мы прямо очень сильно церковные, но верующие, но опять же, храма же не было, там, где мы жили, он был, надо было ездить за километров, ну, там 15 или 20, и я помню, что, и вот это были первые верующие люди, которых я встретила, и я, и меня просто в эту семью тянуло, они мне, ну, вот я видела, что они, ну, много вокруг людей было хороших, вообще все, ну, как-то, мы жили дружно в военной части, и там мы даже домов никогда не, квартир никогда не забирали, и все, много было людей красивых, замечательных, и, ну, прекрасных, но вот эти люди, я просто в их лицах видела что-то особенное, и меня очень тянуло к ним, я много бывала в их семье, я, ну, ну, и вот они говорят, а ты что, не крещеная, надо тебя крестить, ну, и вот, в общем, предложили меня крестить, я крестилась, мне подарили, да, там, молитвочки, ну, маленькую книжечку, с краткими, по-моему, с правилами Серафима Саровского, ну, и я, ну, так стала читать иногда, вот, и, 13 лет? Ну, мне подарили, ну, ну, мне очень, как-то, ну, меня очень тянуло, и, ну, ну, это было все, это все, что у меня было, какой-то, ну, какой-то блокнотик мне подарили, там были молитвы, и я, ну, ну, я, ну, там чуть-чуть было молитв, это не то, что такое прям, понятно, Серафима Саровского правильный, я с 13 лет уже начинал, еще Василию, и, ну, и меня очень, очень тянуло вообще, ну, каждая, где, ну, где было слово Бог, я, ну, у меня была такая жажда, я все смогла смотреть, там, все передачи, там, по телевизору, все, там, книги, я, ну, не было литературы, не было Евангелия, ничего не было, поэтому я прочитала книгу, ну, я прочитала «Войной мир», я прочитала, ну, читала классику, прочитала Достоевского, «Преступление и наказание», то, что в школе мы проходили, ну, лет 14-15, и меня это настолько потрясло, ну, я видела в этом Бога, и, вот, ну, и я по телевизору тогда стали показывать всяких американских проповедников, они приезжали, такой пили крэм, помните, что-то там какие-то вступал, что-то говорил, я попыталась посмотреть, пару минут посмотрела, и у меня такое просто, ну, меня совершенно это отвратило, я буду, я, ну, как-то вообще мне это было, ну, и это я, ну, это ничего общего с какой-то, с красотой, красотой, да, вообще, он сразу начал, он такой практичный американец, ну, ничего там божественного в этом вообще не увидел, вообще ничего духовного, он так стал говорить такие практичные вещи, которые меня сразу с первого же слова отвратили, он говорит, вот, ты тому веру в истинного Бога, вот, там, Иисус, там, ну, как там, и у тебя будет все прекрасно в жизни, у тебя будет там хорошая машина, там, у тебя будет здоровье, там, семья, я думаю, что он говорит, это же так мало, это же так скучно, это же, ну, ну, как вообще, ну, как, ну, это как Архиводрица Сафрония, это я уже, ну, вот, когда же в монастыре я читала Архиводрица Сафрония, он, он, ну, он пишет, у великого Бога не проси малых вещей, я думаю, ну, это вообще, ну, это, ну, разве это вера, ну, разве, ну, вообще, ну, в общем, я, меня такой, ну, такая практичная вера, ну, как-то совершенно не привлекла, вот, ну, и потом я закончила школу, поступила в инстит, поступила сюда, в Минск на хоз, и мне родители там, какие-то деньги отставили на первое время, я еще, ну, еще до поступления не ходила на курсы, в общем, я себе купила толстерную библию, ну, когда готовилась к поступлению, выходила на подготовительные курсы, ну, я стала ее читать, стала читать с начала, и, ну, ничего не понимала вообще, ну, потому что я стала читать, начиная с Ветхого Завета, с книги «Бытия», там, и у меня было такое странное ощущение, я, ну, то есть, внешне этот сюжет меня совершенно не привлекал, мне он не казался неинтересным, ничего, ну, и вообще, наоборот, я думаю, как же так, вот эти вот святые люди, эти великие люди, великие наши прадцы, они такие дела делали, но грешили, хуже, вот, ну, в общем, хуже, ну, хуже, чем обычные вот люди, которые меня окружают, там, и убивали, и привлеклодейство, и прочее, но я, в общем, мне это было, то есть, если бы это была какая-то обычная книга с таким сюжетом, я бы ее не читала, мне это было бы совершенно неинтересно, но и все очень просто, и в то же время у меня, вот, не покидало такое ощущение, что это, как-то, хотя все просто, но в то же время, это, как человек не напишет, у меня было чувство, что, ну, это какой-то взгляд, такой совершенно, ну, как из космоса, как откуда-то с вечности, ну, вот, ну, и потом я, в общем, так, сколько-то почитала Ветхий Завет, и, ну, и стала читать, почитать, ну, потом открыла, где Евангелие, но и вот эта книга мне показалась, как-то гораздо ближе, ну, к моей жизни, вообще, вот, ну, для, для, ну, моей души, вот, и, ну, я не знаю, то есть у меня просто, наверное, в течение жизни, какие-то были, ну, это можно долго говорить, но у меня в течение, в течение жизни были, наверное, какие-то моменты, ну, наверное, вот с детства, и в такой вот ранней юности, такой какой-то, ну, какой-то сплошной период такого, ну, ну, вдохновения всем, ну, всем духовным, когда я так жадно, ну, всю духовную пищу, которая мне была доступна, я как-то, я питалась ей, вот, ну, а потом, лет, потом уже на, 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 на втором курсе, я стала, ну, я причастилась в первый раз, потом стала читать духовные книги, в общем, стала регулярно причащаться, и, ну, и год у меня тоже было такое вдохновение, которое, год, год или два, ну, или два года, потом, или полтора года, потом мне стало, ну, мне было легко молиться, ну, мне было все очень легко, вдохновительно, потом мне стало трудно, ну, и было несколько лет трудно, потом я пришла в монастырь, и, ну, и как-то еще по-другому было, ну, и, но потом в монастыре разными периодами, мне казалось, что я вообще, ну, то мне казалось, что я, ну, не знаю, я, я, ну, что я вообще не способна к монашеской жизни, или я, или я вообще, ну, или, или грехи мои такие, что я не могу, ну, не могу преодолеть, или я, ну, и вообще мне, ну, в общем разные были мысли, ну, или что, я чувствовала, что я то далеко от Бога, то близко, в общем, это все какими-то такими периодами, и, ну, 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 то есть это, ну, то скорее, наверное, действие, пока что это скорее, скорее, действие Бога в моей жизни, чем мои какие-то ответные действия, моих ответных действий, как-то покажут, к сожалению, очень мало. То есть у тебя встреча с Богом сейчас впереди? Ну, ну, то есть, ну, ну, мне трудно, ну, то есть вот у меня тоже было, как у моей Томары, я тоже как-то на исповеди, ну, я, или это было пересам в монастырь, наверное, это было еще сестричество, я тоже пришла в храм, и что-то я была в каком-то там опыте, недовольстве, я пришла к вам на исповедь, и что-то начала такое говорить, что, ну, что-то, что мне там то не нравится, это не нравится, и вдруг я, или я хотела это сказать, но у меня как-то, ну, вдруг я почувствовала, что, ну, Христос стоит, и это все, какие-то глупости, но, то есть я, 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 конечно, я временами чувствую Бога в своей жизни, но потом я быстро забываю, и потом я очень сильно падаю, но пока что так, пока что не было такой встречи с Богом, которая действительно настолько перевернула мою жизнь, что я, ну, чтобы у меня было какое-то настоящее покаяние, ну, настоящее изменение жизни, ну, вот это вот, наверное, еще. Передит. Какая масло людей, крещённых, но не в церкви? Сколько у нас людей ходит в церковь? Считали? Вот сколько? Нет, один процент ходит. Весь мир работает на то, чтобы доказать человеку, что он может жить, жить самостоятельно без Бога и жить припеваючи. Понимаете? Это вот мать Руфина, понимаете, она ходила, развлекалась там, понимаете, одевалась красиво, но душа её тянула с чем-то другом. А люди, понимаете, да и ладно, понимаете, махнёт рукой человек и перевернётся на другой Бог и спрячется. Поэтому так важно, нам, конечно же, нам сегодня, чтобы мы молились, чтобы мы трудились, чтобы мы что-то делали для того, чтобы как можно больше людей перешагнули порог храма, как можно больше людей подошли к святой чаше. Понимаете? Это очень важно. Мы не представляем, какая идёт борьба за душу. Если Господь говорит, что радость ангельского всего мира об одной кающейся душе. Представляете, какая это? А мир делает всё, чтобы человека, понимаете, заглушить, оглушить, куда-то он будет побежить, куда-то он что-то опоздает, где-то он, понимаете, а самого-то главное нету в жизни. И жизнь, понимаете, вот как цветёт дерево, думаешь, о, будут плоды, а потом эти цветочки опадают, опадают, пустоцветы, пустоцветы, а плодов нет. Вот так и жизнь человечества.